Прекрасные новости, друзья. Мощнейшая атака на Крым. В СУ атаковали более 40 беспилотниками временно оккупированный полуостров. В некоторых районах Керчи исчез свет. Движение по Крымскому мосту перекрыто на более чем 4 часа, и ночью тоже более чем 4 часа не работал Крымский мост. Атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Мощнейшие взрывы в Таганроге. Российские паблики уже местные там сошли с ума. Это Ростовская область. Есть сведения, что в Керчи просто поплохело судостроительному заводу залив. И Украина работает над модерновой, современной, новой модификацией ракеты «Нептун». Мы посмотрим, как это происходит. Об этом сообщил замминистра обороны Гаврилюк. По его словам, также ведется работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «С-300». Как говорит Игорь Лапин, самое главное – это атаковать военные, инфраструктурные объекты, железнодорожные, мосты на территории России, чтобы горела вся Россия. Как часть России горит, посмотрим в этом блоге. Я, Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Лайк, комментарий, подписка приветствуются. Ну что, начинаем. Друзья, в России сообщили о масштабной ночной атаке украинских беспилотников на Крым. Уверяют, что они уничтожили 35 из 40 беспилотников. Но мы понимаем, что Минубийству верить нельзя. Более 40 беспилотников, дронов атаковали полуостров. Минобороны России очередными средствами ПВО. 22 украинских беспилотных летальных аппаратов уничтожены. И летательных, прошу прощения. И еще 13 перехвачены на акватории Резовского моря и территории Республики Крым. Но потом цифра увеличилась до 35. В соцсетях сообщали, что в оккупированном Крыму было слышно десятки взрывов, в том числе в Керчи. Их насчитали не менее 30-35. Видели огонь и задымление. Цифры постоянно росли этой ночью. Давайте посмотрим, как громыхало в Крыму. Смотрим, друзья. Звуки для Украины как наслаждение. Таких бы звуков почаще и побольше слышал Крым. Все оккупированные территории Украины, там, где находятся расисты, и вся территория России, страны-агрессоры. Самый важный момент, что беспилотники атаковали нефтебазу. Вот эту, друзья, нефтебазу во времена оккупированном Крыму, об этом сообщают медиа. Речь идет об морской нефтяном терминале в Феодосии. В ночь на 5 декабря беспилотники взорвали резервуары с нефтью, об этом сообщает Астра. Также на территорию базы упали обломки еще одного беспилотника. Информации о повреждениях и пострадавших у расистов, конечно же, нет. Но кто верит в минубийству, морской нефтяной терминал уже был атакован 10 ноября. Крымский мост – еще одна важная тема. Давайте посмотрим на задымление, традиционное задымление. В разные временные периоды атаки на Крымский мост его перекрывали ночью более чем на 4 часа. Вообще он находится в перманентном перекрытии. Движение было установлено в 3.25, восстановлено в 7.33. Таким образом, перекрытие официально продлилось 4 часа 12 минут. Как сообщает РосМИ, на данный момент это является одним из самых длительных с момента первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. В принципе, периодов, когда Керченский мост был перекрыт. Давайте вспомним, как обычно происходит задымление. Потом поговорим о всех на самом деле на сегодняшний момент заграждениях, которые оккупанты создают вокруг Керченского моста, чтобы его не атаковали вооруженные силы Украины. Как штормы уничтожают, в принципе, все эти заграждения. Смотрим, друзья. В общем, 1 ноября сегодня и перед Керченским мостом стали на якорь, на рейде. Вот и должны были проходить через мост, но объявлена воздушная тревога и вот такие вот дела. Честно, я не знаю, что это, но было бы очень интересно узнать. И вот, если слышно, играет до сих пор диктор, не знаю, псевдолевитан какой-то. Говорит что-то там, что-то там. Опачки. ПВО. Не спит. Самое интересное, что человек, который в начале ноября снимал задымление Керченского моста, традиционное, при атаках вооруженности Украины, этого человека уже задержали, допросили, он извинился за то, что он снимал, вообще позволил себе это снимать. Естественно, что это происходит постоянно. Друзья, есть сведения, что в Керчи поплохело судостроительному заводу залив. Информация нуждается в проверке. Будем проверять и в других блогах вам об этом. Говорит, на Керченском РСЗ, кстати, строят несколько военных кораблей. Это очень важно. А 4 ноября украинской ракетой там был уничтожен новый МРК «Аскольд». Тоже слава вооруженным силам Украины. Друзья, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Ну, конечно же, если вы традиционно смотрите меня с телеканала «Прямой», нажать на название, там будет возможность подписаться. РосМИ сообщали о взрывах в центре Севастополя. Это все было этой ночью, этим утром. Звуки, похожие на взрывы и выстрелы из артиллерийских орудий, раздавались ориентировочно из районной Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон «Казачий» 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации. Сегодня общались с спецпризнашенцем Игорем Лапиным. Игорь Лапин, он сказал, что самое главное – это наносить перманентные, постоянные удары по территории России, по территории временного оккупированного Крыма, уничтожать логистические цепочки. Это то, что мы должны делать. И самое главное, то, что радует меня лично, мы сегодня это с Игорем Лапиным обсуждали, это то, что Украина работает над новой модификацией ракеты «Нептун», которая будет наносить удары по наземным целям. Об этом сообщил замминистра обороны Гаврилюк. По его словам, также ведется работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «С-300». Давайте посмотрим на нашу шедевральную ракету «Нептун» в действии. Безусловно, что она наносит силам множество атак по противнику. Смотрим, друзья, и наслаждаемся этим действительно вооружением, которое создали и создает Украина. Смотрим, друзья. Давайте вспомним о мощнейших атаках ГУР Минобороны, главном управлении разведки Минобороны и мощнейших атаках СБУ на территории России. Да, вот Виктор Ягон, бывший замглавы СБУ, сказал мне лично, что, в принципе, мы не можем утверждать, что СБУ действует на территории России, поэтому будем говорить, что это делают, значит, божье проведение. Но это, безусловно, скажем так, атаки наших спецслужб на территории России. Во-первых, это самое важное. Это повреждение ряда военных заводов с помощью беспилотников и партизан. Это Смоленский авиационный завод, где производят ракеты типа «ХА», которые сегодня атакуют Украину. Это большой успех. Безусловно, что это железнодорожное полотно в Бурятии, которое атаковало, будем говорить, не СБУ, а божье проведение. Причем дважды это сделало за несколько дней подряд. Это таким образом уничтожаются логистические цепочки поставок военной техники, не только военной техники, с территории Северной Кореи, Китая, в территорию России. Я думаю, на сегодняшний момент Игорь Лапин сказал мне, что самая главная задача спецслужб, которые будут действовать на территории России, на территории врага, это уничтожение железнодорожного полотна, уничтожение логистики. Очень важный момент, что москвичи и санкт-петербуржцы, они абсолютно не чувствуют войны на территории их страны, поэтому самое главное – это атаковать Москву и Санкт-Петербург. Военные объекты, инфраструктурные объекты. То, что я в начале этого блога сказала, магическую фразу, что в некоторых районах Керчи исчез свет, и, возможно, свет очень часто исчезает на полуострове Крым, хотелось бы, чтобы этот свет исчезал и в Москве и в Санкт-Петербурге, например, в январе, феврале, в середине декабря, на Новый год, на Рождество. Москвичи и санкт-петербуржцы находились без света, провели его в полном блэкауте. Тогда они почувствуют войну. Вот мне очень интересно, уважаемая аудитория, которая смотрит меня сейчас, моего YouTube-канала «Дашь счастливая». Пожалуйста, напишите, каким образом нужно сделать так, чтобы москвичи, санкт-петербуржцы и россияне, в принципе, почувствовали войну. Что должны сделать вооруженные силы Украины? Потому что, когда одна страна бомбит, уничтожает, убивает Украину, а население этой страны чувствует себя комфортно, ходит по ресторанам, магазинам, театрам, ездит, путешествует в Дубай или в Турцию, покупает дорогую одежду или не очень дорогую, веселится, пьет шампанское. Таким образом, мы понимаем, что Россия не ощущает этой войны. Возвращаясь к временно оккупированному Крыму, не очень приятная информация для нас, но мы должны об этом говорить с вами в этом блоге в том числе. В Джанкой перебрасывают военных, вооруженных сил Российской Федерации из Якутии. Да, друзья, я хочу вам показать эти фото. Значит, вот они находятся, видите, во временно оккупированном Джанкой. Об этом в ходе разведки удалось узнать представителям партизанского движения АТЭШ. По их данным, через час после собрания мобилизованных уже забрала Росгвардия. Там отметили, что это не первая переброска личного состава. Друзья, вот это действительно информация, которая очень важна. То есть на сегодняшний момент в Джанкой просто сейчас перебрасывают военных, вооруженных сил Российской Федерации из Якутии. Здесь ключевой вопрос. Я всегда себе задаю, какая мотивация этих людей, зачем они это делают. Я постоянно говорю об этом с Игорем Александровичем Яковенко, и с Геннадием Гудковым, и с Игорем Лапиным, и с Романом Светаном. И все они называют ключевую мотивацию этих людей. Это, в принципе, от того, что они не зарабатывают в России, они очень нищие и бедные, для них унитазы или микроволновые печи. Это является самой главной ценностью в жизни. Они никогда не были за границей, и они считают, что не могут заработать достаточное количество денег, убивая Украину, украинцев, людей, население, уничтожая все, что может быть. Когда мы сейчас говорим про то, что оккупанты продвигаются в Марьинке, просто чтобы вы понимали это, то они просто уничтожили Марьинку с лица земли. Что такое для них это освободительное СВО, специальная военная операция, как они называют? Это стереть с лица земли Украину. Они используют политику военную, выжженные земли, уничтожая Авдеевку, Марьинку, Бахмут, сжигая под ноль. Вот что такое русский мир. Прийти и уничтожить. Создать они ничего не могут, заработать они не могут, созидательные не могут быть, пассионариями они не могут. Они уничтожают все, и это их ключевое достижение. Поэтому, безусловно, что войну должна почувствовать вся Россия. И я бы хотела, чтобы вы сейчас посмотрели на то, какой был мощнейший взрыв в Таганроге. Уже отсняли местные паблики в Ростовской области последствия этого взрыва. И прочитайте комментарии. Мы наносим уже удары по территории России. Делаем это постепенно. Но мы делаем это. Давайте посмотрим, друзья, сейчас без комментариев. Взрывы, задымления. Но самое главное – это реакция пабликов. Посмотрите, пожалуйста, слышали взрыв в 10.29 утра сегодня. Анонимно. Почему анонимно? Потому что все боятся себя назвать. Слышали очень громкий взрыв. Кто знает, что это? Кто знает, что сейчас? Примерно в 10.30 случилось. На Западном был такой сильный хлопок. Аж окна задрожали. «Добрый день. Только что грохнули по улице Транспортная. Сработала сигнализация на машинах. А что это? Что это? Да, ракетный удар или ПВО сработало в районе 37-й школы. Будьте спокойны. Что-то бабахнуло. Мне говорили, в детской на Ламакино можно и около Красного Котельщика. Вот так вот, в принципе, местные паблики в Таганроге обсуждают мощнейший взрыв. Возможно, это была ракета. Мы не знаем, или беспилотник, или работа противоракетной обороны. Я бы хотела просто, чтобы вы посмотрели, как на сегодняшний момент вооруженные силы Украины действуют. Это мощнейшее видео в временно оккупированном Луганске, прилета. Я бы хотела просто, чтобы вы понимали, что потенциал у вооруженных сил Украины есть. Мы наносим удары на временно оккупированной территории и на территории противника. И они это чувствуют. Конечно, хотелось бы больше смотреть, друзья, Луганск. Седьмой, седьмой, еще один идет, живый. Сленок, принял, слева убрать, еще один идет. После очередной атаки беспилотников сотрудники МЧС разъезжаются по сектору, чтобы не стать удобной мишенью для украинских боевиков. Возгорание на территории нефтебазы продолжается, но при этом угроза с воздуха также остается. Возгорание на территории нефтебазы продолжается, но при этом угроза с воздуха также остается. Можно только сказать славу вооруженным силам Украины. Я всегда подписана на паблики телеграм-канала «Крымский ветер». Обратите внимание, всегда там оперативная информация. И я бы просто сейчас, пока я делала этот блог, наши глаза все видят. Три вертолета доставили груз на территорию Нахимовского училища в Севастополе. Туда доставляют двухсотых и трехсотых российских военных, откуда развозят по моргам и госпиталям. Давайте посмотрим, друзья. Вот так доставляю двухсотых и трехсотых. Ну и в завершение в России осенью 23-го года число запросов на помощь для дезертирства из армии возросло на 89% с прошлым летом по сравнению. Эти данные организации «Дети лесом», которые помогают на сегодняшний момент россиянам избежать участия в войне против Украины, приводит издание «The Moscow Times». Военнослужащие стали почти вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей к специалистам и «Дети лесом». За три осенних месяца было получено почти шестьсот обращений, но это, конечно, честно говоря, крохи. Против трехсот за июнь-август, апрель 23-го года юристы и волонтеры организации проконсультировали более тысячи военнослужащих, пытавших дезертировать. Шестьсот человек, семьсот человек – это просто крохи, потому что сотни тысяч. Вот, кстати, последнее видео я показывала в предыдущем блоге, и Медведева, который сказал, что полмиллиона человек уже мобилизовали на войну против Украины. Действуют они просто гигантскими методами, но для России это капля в море, многомиллиардная. Это просто, знаете, мне кажется, что то население России, которое на сегодняшний момент вовлечено, и то процентное соотношение семей, которые пострадали от того, что они потеряли кого-то из родственников на войне, это буквально меньше 10%. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права. Мы обсуждали это с Игорем Никовенко, что до 5-7%. Поэтому насколько вот эти вот дезертиры 500-700 обращений, конечно, выглядит просто все трагически комично. Друзья, прошу вас, пожалуйста, поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Лайк, комментарий, приветствую. Если вы традиционно смотрите меня с телеканала «Прямой», нажмите на название, там будет возможность подписаться. Слава Сбройному Силам Украины, Слава Силам Обороны. Мы проможем героям, слава, друзья. До побачения. Слава Силам Украины.